У медсестры этой поликлиники был день рождения. И коллеги принесли ей на работу в подарок бутылку красного вина, бутылку белого и шоколадку. Она говорит, девчонки, я это все домой не попру. Давайте так, сейчас забор крови закончится, пациенты перестанут шастать, ну и прямо здесь отметим мою днюху. Они так и сделали. Открыли бутылку вина и разлили ее по вот этим пластиковым баночкам с красными крышечками. Я понимаю, что они для другого предназначены, но они же стерильные, одноразовые. Чем не рюмки выбросили, крышки сидят, беззвучно чокаются красным вином. Идет пациентка. Несет в подобной баночке то, что положено. А положено поставить это дело на полочку, да? Возле окошечка на направление и уходить. Та оказалась дотошная, решила переспросить. Нырнула в этот процедурный коридор, слышит в кабинете голоса, просовывает туда голову. Говорит, я правильно поставлю? Ей говорит, да, женщину вы правильно поставили там, пожалуйста, закройте дверь, мы уже не работаем. Пациентка выходит в ужасе, аж ноги у нее подкосились. Идет, другая тоже свое несет. Увидела эту, спрашивает женщину, что с вами? Та отвечает, правда, в интернете рассказывали, они там нашу кровь пьют. Не может быть, сами посмотрите. Ну, пока та решалась посмотреть, не посмотреть, медсестры уже уговорили бутылку красного вина. Какие вы догадливые были. Да, начали бутылку белого. Ну, белое-то оно одно название, цвет у него погуще, еще смешался с каплями красного в этих мензурках, как раз. Вот вторая пациентка заглядывает туда в кабинет, ой, выходит, говорит, они не только кровь нашу пьют. Первый спрашивает, а это-то зачем? Не знаю, может, лечатся? Как лечатся? Как по системе Геннадия Петровича Малахова? Помните такого земляка, да? В общем, вспомнили они эту систему, рассуждают громко. Идет мужчина, тоже в двух руках свое несет. Послушал этих женщин, говорит, хорошо, не едят. Тем временем, медсестрички страстно захотели закусить. И вспомнили, что у них еще, да, есть заветная шоколадка, которая успела подтаять в жарком кабинете. Они ее тщательно поделили поровну, поломали, сидят, смакуют, все пальчики у них в шоколаде, все губки. И мужик заглядывает. У него шок еще больше, чем у тех двух женщин. Выходит, говорит, все-таки едят. Когда эти трое пациентов дома рассказали об увиденном, родственники, не сговариваясь, захотели сдать их в психушку. Хорошо, одна догадалась, позвонила знакомой медсестре и так призналась, что это была правда. Ну, в смысле, не это, а то. Вот такие истории бывают в жизни.